Это утро у прихожан Екатерининского мужского монастыря началось торжественная божественная литургия. 7 декабря обитель отмечает свой престольный праздник, День памяти Святой Великомученицы. Впечатления праздничные, хорошие, я очень благодарна. Батюшки у нас хорошие, прихожане у нас хорошие, у нас очень хорошо. Богатая история Екатерининского монастыря началась в далеком 1658 году. О ней сегодня легко узнать, посетив историческую экспозицию, которая открыла свои двери в день престольного праздника. От истоков до современности, вплоть до экспонатов из одноименного монастыря на Синае, где покоятся мощи великомученицы. Здесь церковная утварь тех времен, дореволюционное облачение священнослужителей и вещи периода, когда на территории жили сестры женского монастыря. Большая часть музея отведена советскому времени. В нашей обители в советское время была тюрьма, которая называлась Сухановской, спецобъект. И здесь представлены некоторые вещи быта Соловецкого, Соловецких узников, потому что от Сухановки мало что осталось. Потому что это был особо секретный объект Буста Лаврентия Павловича Берии, который эту тюрьму, можно сказать, организовал. Это называлось дача Берии, потому что сюда он приезжал, здесь он лично мог пытать людей подолгу. И плавная экспозиция переходит в советское время, то есть не просто в советское, а мы видим быт верующего человека советского времени. То есть самодельные иконы, акафисты написанные вручную. Советская власть почти разрушила изначальный вид обители. Но 25 лет назад, когда в монастыре возродилась монашеская жизнь, началось и восстановление зданий. По благословению владыки митрополита Крутицкого и Коломенского и по благословению нашего священноначалия, патриарха Алексея II в то время, нам было благословлено сюда прийти. Первым делом нам пришлось восстанавливать стены и храмы делать. А уже потом, вот сейчас уже мы стараемся позаботиться и о молодежи, о детях. На территории монастыря расположена воскресная школа, где обучается 62 ученика. С каждым годом количество желающих посещать занятия растет, поэтому рядом с монастырем летом начнется строительство просветительского центра. В честь престольного праздника это место было освящено. В будущем центр планируется перевести в статус общеобразовательного учреждения. Юлия Погосян, Владимир Андреянов, Урго-Садовская, ВИДНТВ.